Добрый вечер! У Гомельским кинотеатром имя Калинина завершается черговый этап реконструкции. А зараза б гэтым и иншым – больше подробязна. У водоемина у скрайку Гомеля вода не чакана набыла зеленый колер. Такая информация з'явилась и у одной из популярных социальных сеток и вызвала бурное обмеркование. На место выехали специалисты областного комитета природных ресурсов и охованного кольного сяродя, которые взяли необходимые пробы воды. Первыми выниками подчеркнулся Алексин Цироу. Так званая мельчанская канава природным водоемом не заявляется уже около четырех десяти годов. Зараз и официальная назва – технологичный водоем. Головная задача – прием стековых вод, которые потом накируются на очистное сбудование. Экологи переконаны, разговоры об отручивании водоема не идут. Подчас проверки на это сразу звернули увагу – корыстные рыбы тут нема давно, а линейки дробные виды живут. При обследовании группы, созданной в комитете данного участка водотока, мельчанской канавы, нами были обнаружены стайки молодых рыб. Они не поддавали признаков какого-то отравления, либо чувствуют себя хорошо. Поэтому можно судить о том, что и признаков погибшей рыбы обнаружено не было. Как правило, в такой период, в холодный, эти признаки имеют место довольно длительное время. Даже в порядке сечения месяца можно определять, был ли замор рыбы или нет. В данном случае его однозначно не было. Зараз экологи разглядают некаких вариантов, как вода на балазеленный колер. По-перше, сюда тропляют ливневые стеки за двух районов Гомеля. Не выключено, что выник у таяния снега у минулые выходные. С городских улиц смыло некие речевы. При этом размова не идя об химичных формовальниках. Их речки были обовязково бачные. На территории Гомеля имеется 15 выпусков ливневых сточных вод от каждого района. Вот данный выпуск в Мельчанскую канаву – это территория Советского железнодорожного района. Почас выезда на место экологи взяли пробы воды из Мельчанской канавы. Правда, выники проверки будут свядомы не ранее, чем простый день, бо умеркуется провести поширенное доследование. Сегодня стековые воды у этого даем могут официально скидывать некаких предприемств, а не обовязково только после очистки проведены непосредственно на вытворчестве. Разум с ним экологи не выключают верогодность и порушения этого потребования. Когда отремается, в вынику проверки можно будет вызначить докладные соли металлов, которые трапили в канаву, и по их удокладнице предприемств, где такие металлы выкрыстовываются. Спектр предприятий достаточно высок, но теоретически можно сузить этот по специфическим веществам, можно сузить круг предприятий, которые потенциально могут оказать данное воздействие на эти вот сточные воды. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Па час сумесного профилактичного мероприемства «Белтехагляду» и «ДАИ» у Гомельской области до отказности за отсутности держтехагляду протягнута маль 2000 водителев. Гэта кожный четвертый от усих, хто проходил проверку. Па ее выника складено 50 администрационных протоколов у дачыненне дослужбовых особ, які допустили до удделу у дорожным руху автомобили без техагляду. Па словах супрацовников «ДАИ», звычайно, порушальников можно выявить и без проверки документов. Их автомобили мают нелепший внешний выгляд и видовочные прикметы несправности. Сами автомобилисты признаются, что халоная причина, по якой я ныне проходят техничный огляд – отсутность сродков. Однако гэта не з'является подставой для их удделу у дорожным руху. Техничная несправность автомобиля може привести до трагичного заходу. Госавтоинспекция напоминает, что за эксплуатацию дорожного движения транспортного средства, которое не прошло гостехосмотр, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо штрафа от 1 до 3 базовой величины. За такое же нарушение, совершенное повторно в течение года, штраф от 2 до 5 базовых величины. Должностных лиц ожидает штраф в размере от 2 до 6 базовых величин. Белорусская чагунка с 1-го студеня повеличивает по мер скидок для организованных групп пассажиров. Яны будут распаусюджываться только на техники, які рухаются по международных маршрутах. Так, с наступного года пассажиры, коли оплачивают проезд по групповым проездным документам, смогут различовать на наступные скидки. 20% для групп от 10 до 24 человек и на 30% при 25 и более пассажирах. Незвычайную послугу под назвой «Бабулина Гадзину» пропануя Новобелецкий центр социального обслугования насельництва. Скористаться ее могут упершую чаргу шмадетные неполные семьи и те, что опынулися у тяжкой житевой ситуации. Бабулина Гадзину сможет забрать дитя с садка ць школы, зробить ему уроки або приготовать обед, покуль батьки на праце. Причему все это бесплатно. Куды звертаться за клопотливыми бабулями, ведая Ганна Ковалева. 9-годовая Даша, витая бабу Марию, як родную. В будние дни пенсионерка сустракает девчонку со школы. Для Дашиной мати такая допомога – соправдное выротование. Покинуть працу в этот час, как поклопотиться про дитя, она не может. Проблему выросил проект «Бабуля на Гадзину», одной из яких изъявляется Мария Набебина. На пенсии она больше, как 15 годов. Своих дядей и внуков выгадывала, теперь допомогая иншим. Вы знаете, это какая-то, наверное, то ли судьба. Вот что-то мне так еще кому-то надо помочь. Знаете, что у меня нету тут внуков, так я вот уже с ними, так они мои родные. Социальный проект запустил Новобелецкий центр социального обслуговывания насильництва. В роли бабуля на Гадзину наведывали нецей отделения для грамотян пожилого взрослого. Их допомогой поспели скористаться от шатыры семьи. Для меня этот человек, она как мать для меня. У меня мама умерла, и вот она заменила мне и мать, и внукам заменила, моим детям заменила бабушку. Очень любим ее, мы рады очень, что она в нашей жизни есть. Она нам очень помогает. Она и уроки помогает делать. Порой даже, когда приду с работы, даже обед уже приготовлен, они так стараются. Она учит всему их. Ауторы идеи сподяются. Бабули будут особливо корыстные молодым матью, яке не ведали своих батьков и выросли у интернатных установок. Звездки объек есть у специальной базы центра. Попросить допомоги могут и все жадающие. Варто звернуться у Центра социального обслуговывания на ИЛИЧ-49, або набрать номер телефона 37-44-87. Пакуль послуха доступна только из же храм Новобелецкого района. Али энтузиасты упынены, идея будет текава и иншим территориальным центрам. Ну, наверное, мне хотелось бы видеть, чтобы те мамы, которые, вот наши бабушки, которые оказывают им мудрым своим советом помощь, чтобы они сказали нашим бабушкам огромное спасибо за ту помощь и за тот путь правильный, за то направление правильное в жизни, которое показали наши пожилые граждане. Многие из пожилых волонтеров у минулым педагоги, медики, люди инших поваженных профессий. Есть наводкандидаты на ВУК. Пакуль улику волонтеров только бабули. Однако текавасть до проекта проявляют и пожилые мужчины, які наведывают центр. Таму аутеры проекта упынены. Худка у штате волонтеров з'явится и дядули. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». У Гомельским кинотеатра имя Калинина завершается черговый этап реконструкции. Як чакается 15-го снежня, глядачам представить одновленное фойе, выкананное у люстерковым стыле. Проведенные работы промерковали до дня белорусского кино. Наши корреспонденты наведали установу. Кинотеатры имя Калинина можно лежать правопераемником першой на территории региона кинозалы, а якая у 1912-м годе открылась при гостинице «Совой». Тое помешкание дарыша захавалася до нашего часу. И зараз лишится малой залой кинотеатра. У ближайший час уёй плануется зарабить ремонт по лепших европейских стандартах. Пакульжа вся увага – Вяликай зале. Адзе не просто заменили усе креслы и наводстварили два специальные рады, для вип-глядачов и закаханных аллей усталявали экран агольной площы у 200 квадратных метров. Самый вяликий – сиротки на театру Беларуси. Чарговый этап реконструкции – фойе, якое было побудовано у 1968-м годе. За уласные сродки и по уласным проекциям яму надали принципово новый выгляд. Каб глядачы одразу разумели, яны трапили указку. Ти докладней – у киноказку. Когда человек идёт к кино, когда он делал свой выбор посетить тот или иной кинотеатр с просмотром фильма, он хочет попасть в сказку, в сказочный мир иллюзий, в зазеркалье. Поэтому у нас и колонны оформлены зеркально, плитка зеркальная, пол в таком вот виде. 16-го снежня у адновленным фойе кинотеатры имя Калинина установят новогодню ёлку. А днём ранее, подчас премьеры новой стушки, за обновленным интерьером змогутся знайомиться жахары города. При этом у администрации коммунального унитарного предприемства «Гомель киновидопракат» запылнёваюць. Гэтым кинотеатрам развицёки на сетке у регионі не обмяжуюцца. И огучуюць планы на наступный год. Работа ведётся с привлечением различных источников. Это как средства предприятия, это, конечно, и бюджетные средства в тех пределах, которыми сегодня располагает бюджет с учётом нынешней экономической ситуации. Поэтому в наших планах потихонечку работа по развитию материальной базы значится. Это и проведение текущих капитальных ремонтов, это и, конечно же, дальнейшая цифровизация, переоснащение цифрового оборудования. На 2017 год мы прорабатываем сейчас возможность приведения в порядок кинотеатра «Восход» в городе Добруши, открытие кинозала, такого многопрофильного небольшого кинозала в городе Ветки, завершение работ в малом зале кинотеатра «Восход» города Житковичи. Поэтому, в общем-то, планы есть, и будем надеяться, что экономическая ситуация нам позволит их реализовать. Олеся Цюрова, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокампания «Гомель». Размова об перспективах развития кинопроката пойдет завтра у черговой программе «Диалог». Гостем студии станет генеральный директор коммунального унитарного предприемства «Гомель киновидопрокат» Александр Лауриненко. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» о 19.01-20 хвилин. Онлайн-трансляция доступна на сайте www.tvrgomel.by. Свои питания вы можете адресовать гостю программы по номере телефона промога эфира у «Гомели» 77 68 45. У новогоднюю майстерню Деда Мороза запросила областная библиотека имя Ленина. Юным наведвальникам пропоновали окунуться у атмосферу цуда и заробить сувениры своими руками. Выстава открыла эстафету святочных мероприемств у библиотецы. Экспозицию склали галоны новогодние атрыбуты – костюмы казачных персонажа, карнавальные маски, цацки и сувениры. А кроме того, первые наведвальники убачили представление с уделом Деда Мороза и Снягурки и приняли уделу майстер-классе по створению снеговиков. Юных аматоров книги чекают тут так само 25-го снежня. Для детей рыхтуют святочную программу «Новый год» у библиотецы с конкурсами, гульнями и выступлениями Народного аматорского театра «Граки». 25 декабря с 13 до 17 часов. Ребенок на различных площадках окунется в страну читалию, в сугроб идей, в какие-то поделки, в какие-то интересные игры. У нас даже будет литературное казино. Кульминационным моментом будет спектакль, который на нашей сцене исполняют артисты нашего единственного в Беларуси библиотечного театра. ЧП «Под Новый год» или «Необычное приключение Деда Мороза». И а в спорте. У 14-м туре чемпионату Беларуси по мини-футболе гомельская команда БЧ на своем поле примала девчого чемпиона Лид Сельмаш. Не пройшло и хвилины, як гости вышли наперед. Стартовый натиск Лид Сельмашу принес плен. Галявый удар на свой рахунок записал Дмитрий Иванов. Прас 15 хвилин БЧ отрымала право на штрафный удар. Виктор Волка упробил бездакорно. 1-1. Правда, меньше за 2 хвилины спотребилася Лид Сельмашу, каб знову выйсти наперед. Зедзелашвили пяткой замкнул передачу партнера. Чехуночники прикладывали усе намаганник, каб взравняць лик. Однако отрымалася надворот. Зедзелашвили поразил пустые вороты господа Роу. Выняковый лик 3-1 на корысть Лид Сельмаша. Хорошая игра была с обеих сторон. И по движению, и по моментам голевым. Но я считаю, наверное, все-таки мы победы больше заслужили, потому что моментов мы создали побольше. Я хочу ребят поблагодарить за то, что они... Ту задачу, которую мы стали, я имею в виду план игры на сегодня. Мы, может быть, сыграли сегодня несвойственный себе футбол, не такой активный, как мы играем всегда. Ну, где-то надо, наверное, уже и очки набирать, потому что мы много очков потратили, и нас критикуют, что мы не выигрываем. Но, может, не столь зрелищно, но зато три очка. Несмотря на проблемы кадровые в составе, наигрывали, готовились к сопернику. Ну, немножко не вошел план, и быстрый гол. Он никогда уходить не может. Но, благо, потом забили 1-1. В принципе, чуть опаснее, возможно, чуть острее сыграла Лид Сельмаш в первом тайме. Ну, у нас было пару моментов. После перерыва они перестроились, понятно, играли по счету. Вот, мы свое не реализовали. И так получилось, что пятером мы не забили. На жаль, не смогли набрать очков у 14-м туры и иншие представники Гомельской области. В РЗ соступил столицы. Агрокомбинат Паудневы – Мапиду, АЦКК – Аматору. Выглядели информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель» у студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого вечера. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин